Приветствую вас. Давайте разберем наш вопрос, который вы задаете, собственно говоря. Он звучит так. Почему мужчины начинают игнорировать? Ответ достаточно прост на этот вопрос, но я, конечно, не уверен в том, что вам он придется по душам. Ага, значит, свернет автор, спорим слайк. Сколько вы неинтересны? Вы просто вот неинтересны слайк. Между вами слишком мало общего сейчас, на данный момент, чтобы вы были интересны. Это первое. И, наверное, самое важное, потому что недостаточное количество общего между людьми может привести только к нам. Вот. Как разрыв. Это первое. Второе. Давайте, ребят, смотрим. Значит, вы пишете, почему мужчина начинает игнорировать? Мы и так мало общаемся, и мужчина пишет, что опытное название. Я понимаю, значит, это надо дать мужчине подумать или мужчина хочет прекратить общение. Аноним. Я не думаю, что мы можем ответить на этот вопрос, потому что мы не знаем вашего мужчину. Вот. Но совершенно точно из вот подобного вашего поведения вытекает то, что вы тревожитесь. Вы тревожны. Вы тревожны. Вы тревожны. Вы вот достаточно. В достаточной степени тревожны. Тревожны. На данный момент. Вот. И вас, собственно, беспокоит то, что происходит. То есть свою, образно говоря, собственную тревожность, да, по поводу происходящего, вы перекладываете на мужчину. Вот. Ну, это на самом деле не есть хорошо. Потому что, как это не парадоксально звучит, но мужчина ни при чем, ни при чем, не имеет отношения к тому, что вы так реагируете. Потому что, ну, вот вы, например, ничего, вы, конечно, ничего не пишете по поводу того, что вас объединяет раз и как у вас вообще, в принципе, развивалось сообщение. Вы об этом, ну, вы об этом не пишете. Вот. А, хотя это достаточно такой, я бы сказал, важный момент. Потому что то, как развивалось ваше общение, то как оно складывалось, да. И всегда ли человек вот так себя вел, или он когда-то вел себя иначе, когда-то вел себя по-другому. Ну, это то, что необходимо выяснить, я бы, необходимо выяснить для нас с вами, это очень важный момент. Потому что, если, например, мужчина вел себя таким образом всегда, да, то, ну, вы просто, получается, сейчас отказываетесь принимать человека таким, как он и есть. Да, понятно, у вас есть на это причины, да, понятно, вы переживаете, да, понятно, что есть вещи, которые вас беспокоят. Вот, ну, тем не менее, как бы, одно к другому отношения, отношения, на мой взгляд, не имеют. Дальше. Значит, что означает, что означает? А действия человека в этой ситуации может знать только сам человек, не психолог, сам человек. Иногда, 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 человек не знает, что значит, вот, его, его, такое, поведение. А человек может поступать, а сам, не осознавая, не осознавая, в полной мере того, почему он поступает именно так, а не иначе. Поэтому, пытаться понять другого человека, крайне неблагодарное, очень тяжелое занятие. Ну, а это, скажем, все, скажем прямо. Прямо, скажем, вот, об этом. Дальше. 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 Эм. Сто... человек, например, хочет взять тайм-аут или человек, например, не хочет общаться, то есть здесь невольно, невольно, невольно. Возникает вопрос связанный непосредственно с тем, что для вас означает отношения, что для вас они значат. Как вы вышли на такого рода отношения? Какие желания вы преследует? Дальше, как вы пишете, когда ему пишет, он отвечает, он начинает пропадать, я не понимаю причины, за это я могу. Ну, опять же, то есть здесь вы не доверяете себе, то есть у вас есть какая-то реакция, реакция, вы её не вращаете, вы ждёте реакции мужчины. Что делать дальше, чтобы что? Видимся крайне редко, потому что он все время говорит, что в командировке когда-то так приписывается, такое общение происходит совсем-то, пропадает, мужчина взрослый, ему 36 лет 25, я пытаюсь с ним поговорить. А чём? Он отвечает, ты меня будешь мучить, меня это очень расстраивает. Чем? То есть, знаете, есть ощущение, что вы зависимы от мужчин, нужно понять, что вы от него хотите. И разобраться с тем, что вы от него хотите, уже можно будет дальше работать с вашей потребностной сферой. На этом всё, я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи! Продолжение следует... Продолжение следует...